Добрый вечер всем еще раз. У нас матч Asus Polar против Evil Geniuses. Asus Polar успели забрать себе. Веспа, Бристлбека, Зевса, Найтсталкера и Снайпера. Со стороны команды Evil Geniuses. Universe забирает Бэтрайдера. PPD будет играть на Шейкере, Ауи 2000 и Наскаре. Смаги, Сумуил на Сфе и Фир забирает себе Ликана. Фенга играет на Веспе, Лидан будет играть на Бристлбеке. Лил на Зевсе, Седой на Найтсталкере и Снайпер для года. Стендыны, хочу вам сказать, у команды Asus Polar просто космического уровня. Чуть менее чем великолепные и чуть более чем отличные. Тут и Гот тебе, пожалуйста, и Седой. То есть полное вообще дозволие. Как будто и не уходил никто ниоткуда. Гот отправляется в МИД на Снайпере. Седой отправится в сложную на Найтсталкере. И к нему на подсейв лил что ли как саппорт. Возможно, возможно. А ФНГ вместе с Бристлбеком, на котором будет играть, или Дан, как я понимаю, будет выфармливать сложную. Легкую точнее. У ЕГС у Мейла отправляется в МИД лейн фармить на легкой должен ФИР. На Ликантропе. Юниверс в сложную на Бэтрайдере и ППД гуляющей шейке. Команды растянулись, кстати, по всей линии, по всему берегу реки. Нет какого-то конкретного сконцентрированного места, где можно было бы ворваться резко и... Точнее, кем можно было бы ворваться резко и двух-трех игроков развалить. Ну, разве что здесь. ЕГЭ, три человека в одном месте, нижнюю руну законтролили. Висп забирает руну на топе. Это все для Ботла. Ботл уже должен лететь в Курьере. Да, так и есть Ботл летит в Курьере. ЕГЭ тут что-то выигрывает, да? Как я понимаю. Нет, никто у нас ничего не выигрывает. По экспириенсу ноль. А вот по голде мне показывают, что где-то, получается, 100 ЕГЭ выигрывает. Да, вроде не должно быть. Так, Фир фармит легкую. Против Фира стоит Седой. К Седому примкнул также Зевс. Фир уже юзает. У нас Хаул. Ну и это все для фарма. Ауи цепляют. Седой через Войт. Зацепил у нас Ауи. Еле-еле Скайросмаг отсюда уходит. У Лила нижний скилл. Но Скайросмагу этого более чем достаточно. Брист под тремя стаками Напалма уже здесь. Юниверс сейчас, если Файерфлай влетает, я думаю, умирает здесь Элидан. Что, пошел Файерфлай от Юниверса? Ну, Элидану невероятно больно. Хотя еще один стак бы с Преей. И здесь и у Бэтрайдера были бы огромнейшие проблемы. 7 стаков на Элидане. Юниверс не оставляет попыток развалить у нас Элидан Сторм Рейдж на топ-лейне. Ну, в итоге отпускает Элидана нормально отхилится и свои попытки убить прекращает. На миде год против Сумаила. У Сумаила Боттл, как я понимаю, обузится. Что там у Года? У Года, в принципе, никакого Боттла быть не должно. Тут Рейсбенд имеется на Снайпере. Это все для фарма и еще не свои танго тоже для Года. Ну, Год в недосягаемости находится. Тут сильно СФ ему ничего рассказать не сможет. Лил пытается зацепить ППД, но немножко разнобой у нас случился в составе команды Асус Полар. Вроде бы цепляли ППД, а потом начали цеплять Скайросмага. В итоге рассредоточили свою атаку. И команда ЕГЭ по чуть-чуть где-то там просела по ХП, но смогли смело уйти. У Седова 350-390 по золоту. Седова стопят. Седова могут еще здесь расковырять. Фир побежит ли дальше по Тауэр? Иллидан в это время убивает у нас Бэтрайдера. Заплевали Бэта. Ладно, момент мы не посмотрели. ФБ был на топ-лейне. Харда для ЕГЭ пока что слишком сложная. По золоту ЕГЭ проигрывают 500, по экспириенсу где-то до копейки вообще там 20-30 экспириенсов проигрывают. Ну это за счет ФБ в принципе. А так фарм у ЕГЭ немножко получше. По Нетворцу давайте глянем. На первом месте Иллидан за счет ФБ, на втором Фир. У него 1600, у Сумаила тоже 1500 с копейками. Снайпер на четвертой позиции 1300 для года. У Сумаила 290 по золоту. Банка обузится. Никому кроме Сумаила банка не нужна. Как я понимаю, Бэт уже у нас должен отправиться в лес. Так и есть. Юниверс занимается здесь мультистаками. Ну и ППД пришел на помощь у нас Юниверсу. Не дождался Юниверс. Даже странно почему. Хотя, наверное, всего Юниверс дождался. Да. Крипов отсюда отведет. Крипов еще и умрут у нас. Ну и новые должны появиться. Да, Юниверс шарит. И, по-моему, шарит гораздо лучше, чем я. ППД цепляют здесь. Верхняя и нижняя. ППД должен умирать. Да, еще одна нижняя от Лила. ППД умирает. И Ауи на лоу хп отсюда уходит. Маны ни на что не хватает. Верхняя есть у нас у Лила. Надо бежать за Ауи. У Ауи нет тапка. И у Зевса нет тапка. 295 по скорости бега здесь. И 325 для Скайрсмага. Ну и Седой с одним тапком не решился догонять. Все-таки можно по таверам было и огрести. 1-2. Асус Полар ведут по фрагам. По золоту. Они опережают своих соперников на 250. По экспириенсу на 500. Седова гоняют. Гоняют с волками. Делает это Фир. Причем делает в соло. Никто ему не помогает. Ауи 2000 здесь далековато. Ну и... ППД тем более. В мидлейн возвращается Сумаил. 5 минут сыграно. ЕГЭ выходят вперед по золоту. По экспириенсу они как были впереди, так и остаются. У Сумаила есть Боттл. Есть Ринг оф Аквилла. Бутс оф Спид тоже имеется. У Иллидана. Есть Ринг оф Хелл. Стаут Шилд. Пауэр Трэдс. Есть Орп оф Веномп. Фарму Иллидана на первом месте. 320 заработал он. Крипстату давайте посмотрим. 41 на 8. Бристлбэк 34 на 10 Ликантроп. Ну и дальше Сумаил 33. 22 от Бэтрайдера. У Бэта далековато еще до Даггера. Юниверс пока еще занимается фармом леса. Ну рановато в принципе Даггер-то получать. Все-таки шестая минута у нас только-только заканчивается. У ФНГ четвертый левел. Еще где-то полтора левела надо до Релокейта. Видят у нас Сумаила. Начинает наплевывать по нему Иллидан. Будет ли тизер? Да, есть тизер у нас от ФНГ. Оверчардж тоже должен включить. Ульта у нас пошла в Сумаила от Снайпера. Но здесь Иллидан просто в соло разбивает Сумаилу лицо. Вот так вот обошлись с юным мидером команды ЕГЭ. Игроки Асус Полар. Юниверс. От Седова бежать на Клифф как можно быстрее. У Лилла в принципе полным-полно маны. Почему там не помучать у нас Юниверса на хайграунде непонятно. Шейкера у нас убили. Убили Шейкера и забирает фраг Брист. У Иллидана уже 3 на 0. Еще и Сумаила сейчас будет разбирать у нас Иллидан. Как же больно, а Сумаилу. Что происходит вообще? Дабл килл для Иллидана. И доминейтинг стрик у него. ФНГ пустая банка. И надо бы Иллидану отсюда улететь. Но он не собирается никуда улетать. В принципе в вангвард можно приобрести. И стоять просто смотреть. Что здесь происходит. 6.6. ХП реген в секунду. Чуй. Нет, Висп сейчас не заберет у нас Иллидана. Потому что долговато Виспу. До 6 левела ФНГ здесь может и развалиться. Все. Своим ходом отправляется Бристлбэк на фан... Как я понимаю на... Да никуда. Баклер приобретает себе... Иллидан. Почему? Как себе купить вангвард с таким количеством денег? Вот как купить себе вангвард. Конечно тут 5 вангвардов вообще собрано. Еще один спаун будет делать Иллидан. Неужели получится? Да ну ладно, а? Как это называется? 100 миллионов спауна. Все. Мне вообще не интересует дота на всей карте. Смотрим, что здесь Иллидан заработает по золоту. Сейчас у него 979. Ну, к моменту первых убийств пускай 1000 по золоту. Я думаю, тут и по левелу дофигища вынесет Иллидан. С 1000. И напомню, Иллидан начинал эти стаки с 1000 голды. Приобретает себе вангвард. Это 1100. Ничего более интересного на карте не происходит. Поэтому я вам точно говорю. Вот, пожалуйста. 1100 плюс там сотня получается с 1000. 1600 Иллидан заработал на данном участке карты. Просто за 2-3 минуты. 1600 по голде. У Нетворса он на первом месте очень далеко. 6500 у него Нетворс и 3800 у Сумаила. Это ближайший преследователь. Сумаил, кстати, вместе со своими друзьями разбирает здесь снайпера. На миде год отъезжает. Могут врываться на Фира. Седой. Сайленс Фиру не дает. Иллидан. Обходит Фира с другой стороны. Начинает наплевывать по Фиру. Фира нет. Ульты еще очень долго не будет. Фир здесь рассыпается. Мега килл для Иллидана. Что делать с Бристом таким? Вообще непонятно. Кримзонгвард сейчас будет у Иллидана. Должен, по крайней мере, быть. 2200 на руках. Давно-давно хватает на рецепт. Просто пока к себе его не несет. Нет, у Горкла появляется для Иллидана. Где Кримзонгвард? Будет? Вообще не будет. Кримзонгвард уже прилетает у нас Иллидану. Ну и Огрклаб сверху. Рецепт. Да, рецепт ему принес Висп. Да. Иллидан, конечно, чудеса по фарму показывает. 7400 против 4800 от Midlane Shadow Finda. Это просто вообще наиболее легко фармящий герой на ранних левелах. Обычно СФ у равных просто нет. На карте на 10, 11, 12, там до 20 минуты, 23 тем более. А пока что Бристлбэк показывает какие-то чудеса по фарму. 500 у Иллидана по крипам 78 на 8. Так, Висп у нас полетел вместе с Иллиданом. С кем же еще? ППД должен здесь рассыпаться. Кримзонгвард провязал Иллидан. Виспа, кстати, расковыряли. Иллидан бежит дальше за Ауи. ППД пока что живет. Ну, Иллидан просто подарил самого себя. И подарил самого себя Сумаилу. Сколько Сумаил тут по золоту заработал? Я боюсь даже представить. Сразу 6000 по золоту. И он отстает теперь от Иллидана на 1200. Офигеть. До этого 3500. Теперь 1200. Еще и Седой должен здесь умирать от Сумаила. Наверное, Фир все-таки заберет у нас Седова. Как же хищно у нас притаился Фир. Готовится. Отжимают паузу. И он просто съедает напрочь у нас. А вот, кстати, бомбанула кака у Найт Сталкера. 3D-циферки. Вы такое видели вообще когда-то? Ну что, отпадает Зевс. Внимание, загадка. Сколько это? Это 19? Или это 91? Все, готовы начинать. У Седова проблемы невероятные. Мы эти проблемы видели. И проблемы эти никуда не уйдут. Фир. Один удар после Дому. Седова забрали. В итоге 4 в 0 подрались. Вот это врыв от Асус Полер. 6-2 выигрывали. 6-6 стал счет. По голде здесь 3000 отыграли ЕГЭ. По экспириенсу 3500. Просто на ровном месте. Проигрывали 2000 ЕГЭ. Теперь 500 с лишним ведут. Ну и по экспириенсу тоже 1000 с копейками впереди своих оппонентов. Фира убили. Почему Фир здесь остался? Непонятно. Кто его надамажил, я тоже как-то проглядел. У Сумаила уже есть ЕУЛ. 1100 на руках. У Бэтрайдера имеется Даггер и 800 сверху для Юниверса. У Скайрос Мага. Ну у Талисманы Тапок. У Шейкера. На котором играет ППД. Даггера никакого в курире не лежит. Денег нет. Просто Транквил Буцы. У Иллидана. После Кримзон Гварда и Огр Клаба ничего не появилось. 538 по золоту. У Виспан тоже не до сих пор урны. Кстати появляется Владмер для Ликантропа. Это означает, что Фир захочет идти на Рошана. И кого же он здесь увидит? Он здесь увидит Рошана, которого бьет команда Асус Полар. ППД уже готов рываться. Снайпер. Запустил у нас Шрапнель под ноги. Стопит у нас Иллидана. Иллидан должен идти ковырять Рошана. Хотя наверное смысла никакого. ППД провязал ульту. Развалили Седова. Через Мистик Флэйр. Через Лассо. Юниверс. На половину КП проседает. Ульта от Лила. Поднимает себя в ветра Гот. Гот бежит от Собак. Собаке в принципе не особая опасность для него. ФНГ в Иллидана. Иллидан скорее всего убивает здесь Фира. Да, 100% убивает. И забирает Висп данный фраг. По итогу файта 2 в 1. Или 1 в 1 разменялись. 1 в 1. Потеряли Седова. И потеряли Фира. Соответственно игроки команды Ивол Джиниус. Но какое-то преимущество здесь все равно. Асус Полар отыграют. Иллидан еще и Эггис вручили. Но здесь главное, чтобы не умирал Висп. Не умрю от Висп. По подхилу того же Бристлбека проблем никаких не будет. Если Висп подъезжает у нас, то и Брист становится, мягко говоря, малополезным. Неужели опять кто-то отпал? Седой начал лагать. Спасибо. 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 Отжимает у нас паузу. Вернулись в игру. 14 минут у нас за спиной. По золоту в ноль. По экспириенсу тоже практически в ноль. Там 500 с копейками. Несерьезно. На 14 минуте. 8000 для Иллидана. 7500 для Сумаила. Все. ССФ догоняет... Догоняет Бристлбека, который на 3000 его опережал всего лишь 2 минуты назад. Такой грандиозно крутой врыв оформили у нас ФНГ и Иллидан. Мом для Года. Для Найт Сталкера появляется Пауэр Трэдс. Ну, Седой по фарму, конечно, в печали полнейший. 3000 на 15 минуте. Совершенно неприятный показатель. У Снайпера здесь тоже топ-5. Ну, команда Асус Полар не считая Иллидана в полнейшей заднице. По фарму тут... Ну, ничего хорошего, конечно, нет. Дело в том, что золото все сконцентрировано в руках Бристлбека. Еще немного, и Брист у нас не сильно-то будет, в принципе, разваливать. Там уже СФ-а. Вот Мистик Флэером будет гореть. Вот Скайрос Мага. Не надо будет особенно к Бристу вообще подходить. ХП сбивать есть чем. Бёрст Дэмэдж тоже крутой. Рассказ Шейкера. Это все абсолютно игнорирует у нас. Бристлбек и... Квилл Спрей, соответственно, тоже. Теперь Седой отъехал. Продолжение следует... 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 Я вообще не понимаю, что может быть с интернетом, с компами проблемы или с чем-то еще. Ну, это же топ-левел, это серьезные турниры, Дота Пи, тут квадратиллион денег на кону стоит. В итоге у человека лаги в компьютере. Все, кто его смотрит, стоит на компьютере или с интернетом, траблы. Выбери другого провайдера, переподключись. Это же элементарно делается. Столько времени, сколько тратит каждый из коллективов, это, конечно, жуть полная. Это неуважение, я думаю, в первую очередь к зрителям. Все-таки это комьюнити, которая топит у нас за командами. Когда комьюнити вынуждена сидеть и 40 минут наблюдать переподключение, подключение какого-то стендина, потерю какого-то коннекта, ДДОС, это, конечно, полный трэш. Да пёс вообще знает, ДДОСик это или нет. Нет, не похоже на ДДОСик. Хотя это Асус Повар, русский коллектив. Разве может как-то иначе быть? Наконец-то. Все, возобновляется у нас игра, Седой вернулся. Иллидан занимается убийством Таура на топе. Седой на подсейв, ФНГ тоже недалеко. Год занимается фармом крипов. Фармом крипов. Да на стакай ты Иллидану, иди фарми что-нибудь другое. Году нет смысла здесь особо... А год, кстати, у нас какой-то несчастный в этой игре. 1-3-1, счет. Честно говоря, снайпер что вообще здесь делает, толком не понятно. Ну что, выход от Асус Повар. Тауэр на нижней лайн. Прочекали, где кто находится. Лила. Лил, точнее, прочекал. Увидел, что команда ЕГ на топ-лейне. И должны забирать Тауэр внизу. Ну что, Иллидан пошел дальше. У него есть Аэгис. Нет, кстати, ТП. Ну и уходит отсюда Иллидан теперь. Ну понятно, тут без ТП особенно не подерешься. Да и ФНГ далековато. Разве что на релакете можно было влететь. Ну, Т2 спушили. Это главное. 8-7 Асус Повар по золоту опережает своих соперников. По золоту. По фрагам, точнее. По золоту вообще ЕГ. ЕГ вообще выигрывают на тысячу. По экспириенсу ЕГ тоже на 1200 своих оппонентов опережают. Год отправляется в мид. Ну, Год получается просто тут. Не пришей кобыле хвост. Не участвует в файтах толком. Один ассист. Одно убийство. Все. И так три смерти на ровном месте. Снайпер 11-го левела. На 17-й минуте маловато как-то. Хотя и у Бреста тоже 11-й левел. А может я как-то что-то слишком завышенные у меня требования были. Нет, да, все правильно. 11-й это хорошо. У СФ, правда, практически 13-й. Ну, Сумаил у нас пошел в жесткий фарм. Уже имеется Аегис. Ой, Аегис. Даггер осталось совсем немного до него. Нет, Даггер не покупает. У нас Сумаил покупает Яшу. Хауль от Фира просто пофармить лес. Ульта отлила. Еще одна. Тут просто разбирать попытались с Шейкера. ППД уходит у нас с ТП. ФНГ. Ну, реализуя преимущества, которые есть у Бристлбека. Деньги, которые есть у Бриста. И шмотки, которые у Бриста есть. И на Творцеву. На данном этапе гораздо ощутимее будет на Бристе, чем на... Вот на ком. Чем на СФ. Если Брист укомплектовался в 11 тысяч, это совсем не то, что СФ укомплектовался в 11 тысяч. Для Бристлбека это более чем достаточно, чтобы даже, я не знаю, в лейтгейм переходить с таким показателем. А для СФ это, конечно, маловато. Года поймали, год умирает четвертый раз. Волками съедают его без вообще сопротивления. Улетает сразу отсюда Юниверс. 8-9. По золоту ЕГ-1000. По экспириенсу... 1200 тоже Evil Geniuses. Что-то мне подсказывает, что эта игра минут на 500 затянется. Прилетает у нас Бристлбек уже. Митрил Хаммер, Сенжин Яша тоже имеется. Есть, в принципе, Кримзон Гвард. Ну и в Блэк Кинг Бар у нас отправляется Иллидан. Это, я думаю, от Скаря Смака. Больше-то и нет кого. Ну и ульта Иллидана разве что. Ой, точнее, ульта Сумаила. Бэтрайдер, в принципе, лассо в БКБ бросает без вопросов. Файерфлай, правда, не жжет. Ну, так особенно и не жег себе Файерфлай. На 20-й минуте Бристлбекус. Нетворсом 12 копееками тысяч. ППД будут ловить, ТПАУ делает ППД. Ну и сбивать просто нечем. Кстати, Иллидану надо подумать о каком-либо башере. При его скорости атаки можно смело начинать баш. И так, Фир, ТПАУ тоже нечем сбить. Ну вот, собственно, все. Очень просто избавиться от данной даблы. Только увидели на горизонте Бристлбека, делаете ТПАУ, то и он абсолютно бесполезный. Пошел цеплять Сумаила. Сумаил может в Юл поднять у нас Иллидана, а может сделать ТПАУ, в принципе, как его и учили. Поднимает сам себя Сумаил Ветра и непонятно зачем. Был шанс докастовать в итоге ТП. Не получилось. И Гот у нас тоже умирает. Гот умирает на нижнем лайне. Ну и Гот умирает пятый раз. 1-5-1. Взяли стенды нам в свою голову. Так, Бристлбек у нас влетает вниз. И вот повторение истории. Правда, не откодешился ТП. Это только единственное, что может у нас ППД не позволить уйти. Дамаж от ППД. Ну вот, пожалуйста, улетает Бристлбек. Улетает здесь Висп. Висп разваливается. Ждали появления Виспа. Иллидан, в общем-то, выжил. Ну тут грех, в принципе, умирать с таким количеством ХП и Дефа. Да и вообще прекрасно знаем, насколько колючий у нас Бристлбек. Полторы тысячи. У Бриста уже на руках. По золоту. Полторы тысячи как раз ЕГ и выигрывают. И по экспириенсу ЕГ 2 с копейками тоже впереди. Уллидана первый Нетворс на карте выигрывает на 2-200 у Сумаила. Ну на 2. Пускай так. Фир 10 тысяч всего насобирал. То есть 13 тысяч со стороны Бристлбека. Понимаете, что разница ощутимая. Еще раз. Перефармленный Брист на данном этапе, на 20-й минуте. Я не говорю про Хардлейд. Перефармленный Брист гораздо серьезнее, чем... Нормально нафармленный Ликан. Ну а чем убивать здесь? Владмир и Некра. В принципе, еще ХП себе приобретет Бристлбек. А тут, в общем-то, если будет... Если будет БКБ, то появится еще дополнительная ХП-шка, то, собственно, Иллидан вообще техникров чувствовать не должен. ППД врывается у нас на Лила. Тауэр забирают. Ну и все, Сумаила отходит назад. Сумаила появляется Ultimate Orb. И, я так понимаю, будет готовиться Манта Стайл. Хотя, опять же, если серьезные файты где-то пройдут, где Сумаил сможет за один файт полторы-две тысячи насобирать, можно и в Скаде сразу же собираться, а потом уже дособирать Манта Стайл. Врыв у нас в Седова. Седой попадает в Лассо. Ауи две тысячи. Под ноги рассказ, но Седой без ХП. Год. Сколько можно умирать? Ну, сейчас через реку МСОЛ просто разорвет у нас Года. Плюс дополнительно удар от Сумаила, но это так уже посмеяться. Ну, эфир у нас разваливает в итоге Зевса. Ну, что ж такое, а? Посыпались Асус Полар. 4 в 0 на всех вообще фронтах этой карты 4 фрага делает команда Evil Geniuses. 4 с лишним, кстати, ЕГ выигрывает по золоту. По экспириенсу где-то к семерке идет их преимущество. Иридан опять на мультиспауны... На мультиспауны Эншентов. Куда ты зашел, Иридан? Ну, это, я так понимаю, подальше от Вижена. Тут можно, в принципе, и агрести. Иридана, как я понимаю, зажали. Нет возможности выйти отсюда. Но это не суть как важно. Хотя, если бы прилетел какой-нибудь Бэтрайдер, тут, конечно, не сдобровать было бы Иридану. Ну, и много по золоту поднял. В прошлый раз мы видели 1600. На Эншентах просто за 15 секунд заработал Бристлбэк. Бреста 1000 после БКБ. После БКБ. У Пипеди ничего интересного. У Скайра смаганул талисмана и Транквилбут сыну. Ну, и 1100 сверху для АОИ-2000 у Бэтрайдера. Даггер есть. Форстаф имеется. И Войдстоун тоже, в принципе, в ЮУ будет собираться. У нас Юниверс. Бутс оф Тревел тоже есть. Кстати, у Юниверса великолепный показатель по заработку. Он на четвертом месте. Так, Усумаила. Второе место по Нетворцу на карте. Собирает себе Манта Стайл. 1000 по голде сверху. Даггера до сих пор нет у СФ. Ну, и у Фира. Некра третий. Владмир. Ну, и Хипперстоун тоже имеется. Готовится выйти в Керасу у нас Лекан. Лил все время чекает, нет ли рядом Волков. Нет ли вообще Вижена для команды ЕГЭ. ЕГЭ понимают, где их соперники. Фир провязал Волков. Провязал Некров. Тпшится на них, кстати, Юниверс. Юниверс, я думаю, готов рываться. Ульта, кстати, снайпера по Юниверсу. Юниверс без ХП. Практически Седой гонит его. Сумаил у нас разультился. Забрали Зевса. Стоит на лоу ХП здесь ФНГ. Просто жмется вообще в угол. Не может никуда ворваться. ФНГ, но ждет, я так понимаю, забрать кого-то. Если будут проблемы. Вот БКБ, Бристлбэк. Сумаилу наваливают нереально вообще. Мощно. И вот ФНГ, чего дождался. Давай релокейт отсюда быстрее. Да, улетает у нас ФНГ. Но только вперед улетает ФНГ. Зачем? Непонятно. Непонятно, зачем у нас ФНГ отправился вперед. Кого-то там добивать, как я понимаю, должны были. Но в итоге, в итоге, в итоге. Это 3 в 1 размена. Одного Сумаила забрали, потеряли трех игроков. ФИР заработал 800 по голде в данном файте. 500 голды для Скайросмага. Юниверс приобретает себе Ю. No comments вообще. Бэтрайдер просто на куски разорвал у нас Веспа. Поймал, вытащил, сжег. Из Лассо, кстати, и не вышло у нас в итоге Ио. Иллидан еще держится на плаву. Вот, собственно, Иллидан слушал мой стрим. Последовал моему совету. Собирать, как я понимаю, себе башер. Джевелин уже приобрел. Осталось, в принципе, совсем немного. Осталось 250 до башера. ОППД появляется Даггер. Долговато, конечно. 27 минут. Но, в принципе, здесь с Ол Ринк есть и Транквилы. Но это с паузами. С паузами все время плавит. Кажется, что игра идет 4 часа. Год у нас от Некрофа и от Собак умирает. Год просто несчастный в этом матче. 1-7-2. Он не знает вообще, что делать с Собаками. Шапнель под ноги, бежать под Т2. Просто от каких-то вонючих сумонов. Печальная ситуация для Года. Собственно, что бы вы хотели. А хотя 8000. Ну, пятое место на карте. Уступает топ Нетворцу на карте в 2 раза. Иллидан убивает здесь Карасмага. Сумаил не разультился еще. Забирает у нас Виспа. Иллидан в БКБ и дальше бежать за Юниверсом. Надо уходить Иллидану отсюда. Он сам тут не справится. Хотя недалеко седой. ППД должен рассыпаться. ППД забирают. Лассо от Юниверсов Иллидана. Фир уже здесь. Ну, Кримзангвард провязал у нас Иллидан и готов драться. Скорее всего, Бэтрайдер здесь рассыпется. Доминейтинг для Иллидана. Угоняют Фира теперь. И побежали, побежали дальше за Фиром. Фира спадет ульта через секунд 5, наверное. Правда, Фир будет за 4 карты отсюда. Ждать их уже в третьей, не знаю, во второй игре формата Бест оф 2. А Фир отсюда уходит. В итоге, Асус Полар забирают Т1 по миду и направляются на Т2. У Иллидана 300 с руки. Чего бы еще не направиться. Башер имеется. 2000 сверху для Иллидана. Я думаю, очень необходим такой контроль, как... Как Супер Башер Иллидану. Вообще лишним не будет. Абисал Блейд для СФ, который будет пытаться у нас вкастовать ульт. И, по-моему, это просто великолепно. Да и стопить на месте того же Ликана. Потому что сейчас Ликана цеплять попросту нечем. Зевс, ой, Зевс, точнее, Найт Сталкер становится бесполезным. Тут, в принципе, Войт у нас вообще не стопит никак Ликана. Ну и станов у команды Асус Полар нет. Вот я только сейчас понял, что нет ни одного стана. Вот, а говорят, Габлак куда-то в инактив ушел. Куда там в инактив? Пошел Асус Полар тренировать. Ульта пошла от Лила. Юниверс должен цеплять здесь Года. Нет, никому ничего Юниверс не должен. Сидой бросает на него Сайленс. Юниверса разваливают. ФНГ здесь. Иллидан убегает у нас от ФНГ. Не хочет вообще с ним ничего общего иметь. Будет ли забирать у нас, кстати, Иллидана? Нет, Иллидан здесь остается. БКБ провязал. Ну и ППД отсюда улетает. И улетает вместе с ним Скайросмак. Аой 2000 очень сильно напугали в данном файте. 2700 заработали по золоту Асус, 200 по Экспириенсу. Потеряли только Бэтрайдера. Кераса появилась для Фира. Вообще, давайте по вещам пробежимся, пока небольшое затишье. У Шейкера Даггер и 580 сверху по золоту. У Сумаила, который играет на ССФе. После Манта Стайла появляется Ultimate Orb. Готовится выход в Скаде. Почти 2000 на руках сейчас. Бутс оф Тревел, Юул, Даггера нет. Я думаю, Даггер не появится в этой игре уже у СФа 100%. У Бэтрайдера, Форс Тафф, Бутс оф Тревел, Юул и Даггер. У Скайросмага. По рингу Фриген, но это готовится выход в Форс Тафф. Далековато еще до него. У Ликана Кераса, Владмир, Некра и ПТ. Ну и Асус Полар. Боттл, Владмир и Урна для Веспа. Это все для Бристлбека. В принципе, вообще каждый из артефактов у нас под сейф Иллидана. БКБ. Башер с Энжин Яшей. Кримзон Гвард у нас для Иллидана уже на Фармлин. ППД. ТПА вот отсюда. У Бристая еще 3200 на руках. У Иллидану, я думаю, есть смысл даже не в Абисал Блейд пойти, а можно подумать о появлении Тараски. Или хотя бы выйти в Керасу. Пока что 21 по дефу. Не предел для Бриста, это 100%. Сейчас увидим, что это будет. Либо это будет Ривер, либо это будет Хипперстоун для Иллидана. Но Хипперстоун не лишен смысла, потому что Скулбашер имеется. Хипперстоун. А куда я? Да, Кераса. Да, да, конечно. Скорость атаки в любом случае нужна. Тут и пассивка будет прекрасно работать, и сам по себе Хипперстоун будет отлично работать. Ну и в составе Керасы так вообще Бристилбек у нас не пробивной будет. Какой хитрый шейкер. Заюзал тотем в кустах, ворвался из-за Денайл Тауэра. Абисал Блейд все-таки появляется для Бристилбека. По демеджу здесь, ого, сколько вообще. 370 практически по демеджу у нас для Иллидана, но это он еще не разультился несколько раз. А вот, пожалуйста, 375. 400 было при максимальном количестве стаков. Бристилбек до 400 демедж свой взращивает Фира. Ловят. У Фира ульты не будет 10 секунд. Фира могут за эти 10 секунд развалить вообще. Абисал Блейд по спине у нас от Иллидана. Фир умирает. 602 по золоту зарабатывает Иллидан за Unstoppable Streak от Фира. 19-16. Асус Полар могут пойти и вынести вообще ЕГЭ. Рошан появится через минуту. Асус Полар об этом не знает. Я знаю, слушайте. Рошан появится через минуту. 32 минуты позади у нас. По золоту 1000 в пользу ЕГЭ. По экспириенсу тоже 1500. Evil Geniuses. У Иллидана 1500 после Абисал Блейда. 22 тысячи. Перефармливает у нас Сумаила вообще в щи. У ССФ от Скади уже готов. Готов Скади. Мордипмаск для Сумаила имеется. Ну и осталось что? Осталось Сатаник, наверное, приобрести. А дальше какие-нибудь криты. Больше ССФу ничего не нужно. Хотя Сумаил постоянно нестандартно собирается в данного героя. Я думаю, будет много денег. Можно будет подумать и... Да, о том же Хиксена. ССФ это тоже для него никакая не редкость. Если деньги есть, почему бы не приобретать? Обычно у нас ССФ идет не в какой-то серьезный дэмэдж. Это не МКБ, это не криты, это не дезолятор. А это конкретно многофункциональные шмотки, которые просто дают статы. Это Скади, это Манта Стайл, который дает иллюзии, дает статы. Это Юл, который помогает ловить кого-то или наоборот уходить. Ну и Бутсов Тревел, понятное дело, для полетов. То есть чего-то конкретно на дэмэдж тут в принципе не найти. Если вам кажется, что Яша или Ultimate Orb в составе Манта Стайла на дэмэдж, то гораздо больше дает он в вопросе статов, чем 21 дэмэджа. Это, конечно, печаль. 31, по-моему. ФНГ. Накуски разорвали. 64 секунды. ФНГ здесь не будет. Бристлбэк. Хипперстоун уже приобретает. Ну или Дан все-таки в Кирасу решил выйти. Ну почему бы не выйти? Тут Абисал Блейд и 25% возможности Баша. Можно сбивать постоянно. ТП. Ловить Ликана. Иначе как его ловить, непонятно. Ну у нас Фир уже, кстати, первый раз Абисал Блейд на себя ощутил. Вот здесь на нижней руне. Умудрился отъехать у нас в таверну очень быстро. Почему Фир так сильно сыпется у нас от верхней? Что вообще происходит? У Лила есть Аганим. А, это он ультанул. Все, я понял. Фир провязал здесь Некров, провязал Волков. Пошел драться против Зевса. Зевса разбирает, а вот Иллидан его вряд ли. В принципе, догонит. Да, у Фир еще много времени будет шейпшифт работать. Ну, Фир решил разобраться с Некрами. Ой, Иллидан, точнее, решил разобраться с Некрами. Где-то там одного подстерил. По золоту 1050 у Иллидана на руках. 22.16 ЕГЭ. В ноль вообще. В ноль везде. Экспириенс их... И золото в ноль. Что с одного, что с другого боку. Там копейки, я даже считать их не буду. Юниверс. 1600 по золоту после Форстафа и Юла. Ну, игра затягивается. Я думаю, игра такой активно-пассивной будет еще минут 15-20. Это 100%. Никто сейчас не будет в авантюры лезть. Ну, как мне видится. Можно фармить. Дает команда, что одна, что другая. Друг другу фармить. Поэтому будут выфармливать. На кого будут надеяться, правда, непонятно. Асус Поларвлэйте. Найтсталкер здесь в итоге без дамажащих артефактов. Так, пошел у нас релокейт. А что это было? Куда? Что с ППД случилось? Как так произошло, я не очень понял. А ну-ка. ППД врывается на Рошана. ППД умирает здесь. Это Рошана, Абисал Блейд. Это что? Здесь где-то Бристлбэк или где он? Нет, вообще я не понял. Просто как это произошло до сих пор. И ППД тоже ничего не понял, я так понимаю. Судя по его комментариям в чат. Да, и Зевс ультанул. И забрал у нас в итоге ППД. Теперь все понятно. А то как-то не было видно вообще ульты Зевса. И поэтому как-то нелепо смотрелось, что Зевс умудряется... Или Дан, точнее Висп умудряется соло разбирать здесь Шейкера. Ну что, сбивает Эггис у нас снайперу. Сумаила поймали. Пошел по нему Абисал Блейд. И Лидан ждет своего клиента. Сумаила разобрали. Потеряли только Виспа. Но убили топ-фарм со стороны команды ЕГЭ на карте. 21 тысяча у нас у СФ. СФ очень кстати убивать. Двоих потеряли игроки команды Асус Поллера. Еще остались в плюсе. За одного... За одного, в принципе, СФ. Ну, надо идти и сносить. Чего, собственно, ожидать-то? Ну, нет, уходит команда Асус Поллера на топ-лей. Фармить леса? Неужели так? Да, фармить леса. Седой пошел бить самых слабых крипов в лесу. Бристлбек, наверное, на Эншентах. Как я понимаю, еще нет, но сейчас отправится. Кстати, у Элидана осталось до Керасы-то совсем чуть-чуть. Еще где-то 100 голды и все, и будет Кераса. Да уже, в принципе, да. Уже можно будет... Уже можно покупать Керасу. Все необходимое вот к Элидану, собственно, летит. Ну, хорошенько так укомплектован Бристлбек. Собственно, больше-то ничего и не нарисуешь. Тут разве что с Энжин Яша можно продать и купить бабочку для этого. На Фира врываются. Абисал Блейд, Фира развалили. Такие одинокие фраги. Это, по-моему, очень круто. Аликан с Фейкерасой, с Башером, с Некрами просто не существует вообще. Скайрас Мага еще у нас убили. Бристлбек просто он фаер. Ну, тут все, анстапа был для Элидана уже. 23-20. Счет постепенно переходит в пользу команды Асус Полар. Сейчас в ноль по золоту. По экспириенсу почти 2000 команды Асус Полар выигрывает. И все, и пошли по топу. Пошли сносить. Неужели это те Асус Полар, которые, я так понимаю, наказали у нас Эмпайр вчера? Ну, жесть просто, жесть. Хорошо же играют, и все получается. И этот Элидан, и вся команда, которая нифига не выформила. А в итоге Элидан у нас наклоняет всю команду Эвил Джинниус. 27,5 тысяч для Элидана. Но сильнее Бристлбек уже не станет. Нельзя тратить время, но здесь тоже, ребята, не пальцем деланы. Сумаил в это время сплитпушит и разваливает Т3 за счет иллюзий. Просто иллюзиями расковырял Тауэр. Сам улетел отсюда. 3400 УСФа. Угода, хоть что-то да появилось. Наконец-то, Дайдаус у нас для года еще и 1800 сверху. Это что такое? Это что это? Это... Это Висп здесь умирал. Во время проюзанного релокейта. Бристлбек, 200 на руках после Керасы. Юниверс пошел у нас врываться. Хватает Седова. Седова здесь, скорее всего, разберут. Зевс будет ли давать ульту? Нет. Да, Зевс ульту точнее у нас дал, но... Какая-то бесполезность произошла, а не ульта. Команда ЕГЭ. В полном составе живы. Да, немножко битые, но это... Это все поправимо. Ну и отправляются, в принципе, дальше фармить. У Асус Полар. Снайпер. Дайдаус есть. Есть Ultimate Orb уже. БКБ Яша. А что Снайпер собирается делать, интересно, с Яшей Ultimate Orb? Будет ли это сейчас в Скаде или все-таки в Манта Стайл пойдет у нас год? Сейчас глянем. Совсем немного осталось до рецепта на Манта Стайл, там будет ясно. В принципе, сам по себе Яша уже полезный артефакт. И Манта Стайл, скорее всего, просто для дополнительного какого-то буста берется по ХП. Но тут по ХП и так, всего предостаточно у Снайпера, если появится Скаде. Поэтому глянем. Возможно, никакого Манта Стайла пока что и не будет. Год. Половину ХП себе слил. об одного Некра. Абисал Блейд теперь для Фира. Вот теперь посмотрим, как с Бристом у нас будут обстоять дела. Кто первый, в принципе, дал Абисал Блейд, тот выиграл. Ну, я думаю так. Хотя, если первый дает у нас Лекан, Абисал и кто-то в это время месяц по спине у нас Бриста и спреи настакиваются. Там Брист может даже и поднавалять очень плотно на половине ХП тому же Фиру. По ХП у Бриста 3000, по И2,5 у Фира. Куда вы влетели, непонятно. За кем погоня? За Юниверсом. Юниверс отцепляет, Ветра поднимает себя Юниверс. Ну и не уходит отсюда вообще. Доминейтинг для года. Проснулся. 43-я минута. Год наконец-то кого-то начинает убивать. 2000 по золоту у Снайпера. Пока что, видите, не появляется рецепт на Манта Стайл. Ну, возможно, в принципе, на байбэк копит у нас год. Хотя, кому нужен вообще со своим байбэком. С другой стороны, какой-то фарм уже вынесен. Тут 250 с руки. Скорость атаки достаточно высокая. Можно, в принципе, году и драться со всеми вместе. Бэтрайдер выкупается у нас. Седой провязал ульту. Есть Аганим. Вижена очень много. Для этого проюзана была ульта? Для этого была проюзана ульта. Просто уйти на собственный хайграунд. Асус, Полар, Уэйкап. Что вообще происходит? Как же дико раздражают такие мувы, когда команда, в принципе, перефармливает своих оппонентов. Уже есть преимущество. По экспириенсу, по золоту, да, небольшой, но вы и в терпильном положении всю игру проиграли. Тут копейки даже выигрывать у ЕГЭ, это уже великолепно. Ну, идите, пробуйте счастье, сносите. У Зевса появляется Кортер Став. У Зевса готовится выйти у нас в рефрешер орб Лил. У Найт Сталкера. Аганим, Огр Клаб. Ну, и еще чуть-чуть вспомогательных артефактов. Снайпер, Дайдалус, Яша. Альтимейт Орб, 2700 на руках. Ну, и БКБ, конечно же. У Бристлбека все, что вообще может быть. У Бристлбека. Разве что продать Сенжин Яшу, купить Тараску. У Виспа. Геосептор, Сыр, Владмир, Урнов, Шадоу, Боттл. Да нормально все. У ФНГ, по-моему, все хорошо вообще по показателям жизненным, по показателям фарма. 7200 опережает Скайра Смага у нас. Висп. Смоук юзает Асус Полар. Здесь, кстати, на Рошана заходит команда ЕГЭ. Правда, Рохи еще нет. Пошел у нас в риф от Элидана. Цепляет он АОИ-2000. Нельзя уходить из файта. Зачем тебе нужен этот АОИ-2000? Ладно, расковырял. С четырех ударов у нас АОИ-2000. Сумаил на лоу-хп. Гот начинает стрелять у нас по Сумаилу. Абисал Блейд в Элидана от Фира. Ну и, скорее всего, умрет здесь Сумаил. Хотя по ФНГ наваливает неплохо так. ППД сыпется. Теперь Гот сыпется. Сумаил отъедается. Ну, куда ж тут? Отъешься, конечно. Минус четыре со стороны команды Асус Полар. И единственный, кто выжил, это Фир, который сделал ТП-аут. Правда, байбекнулся у нас Зевс. Дал ульту все-таки. И Найт Сталкер отъехал. Гот остался живым. Ну, наверное, это главный из плюсов. Вот о чем я говорил. Удачный файт. И Ultimate Orb еще один появляется у нас для Года. И там, в принципе, всего предостаточно для Скади. Он будет оставлять на байбек Гот. 26-25. Асус Полар по золоту на 5000 выигрывает. По экспириенсу на 7,5. ППД у нас выкупается. Пошли добивать Т3 на топ-лейне. 5-400 для Бристлбека. Кримсон Гвард можно, я думаю, продавать и покупать. Сэн Джин Яши есть смысл, наверное, и оставить. А вот Кримсон Гвард можно продать и купить себе Тараску. Все, на Т1 сразу. Нет Сумаила. И Сумаила не будет еще 35 секунд. Фир появился. Фир в ульте. Бегает Фир. На Года. Абисал Блейд. Так высвопните кто-то. Спасите его. Абисал Блейд в ответ у нас. Для Элидана Фир сыпется. Год у нас. Убежал, кстати, от Мистик Флеера. Затаскивает у нас Элидана на хайграунд. Ну и живет пока Элидан. 6-800 у него денег. Но вот сейчас была бы Тараска, не было бы проблем. Кримсон Гвард провязал у нас Бристлбек. В итоге вся команда Асус Поларжива. Падает Т3. Год начинает настреливать у нас по баракам. Оранжевой барак очень быстро падает. Милишный тоже. Но так на третью сторону. Хотя нет, там Сумаил уже очень-очень близко. Год должен сам все делать. Сумаил уже здесь. Год начинает сыпаться. Пипеди. Роскошная ульта. Но, в принципе, года добивает не ультой. Ну и дальше за Элиданом. Элидан вряд ли здесь выживет. Хотя сыпется, конечно, нереально просто. Ну, таким стадом, конечно, ковыряют у нас Элидана. Вообще не по шансам. 100 секунд не будет у нас Бристлбека. И, по-моему, команда ЕГЭ понимает, что им нужно делать. Нет Бристлбека. Нет Снайпера. Основная дамажащая сила умерла. Ну, надо заставлять их делать байбек. Так, иначе, что же вообще... Ну, какой еще профит из этого файта можно было вынести? Прут по миду ЕГЭ. Понимают прекрасно, что если не зайти на хэйграунд, то хотя бы заставить игроков выкупиться. Минус 3 они сделали. 29-25. Выкупается Бристлбек. Выкупается Висп. Так, летите на базу вообще. Летите сюда. Сносите бараки. Летите. Ну, есть же здесь. Можно в спину ППД залететь и разорвать его. Но, с другой стороны, выкупились. Такую авантюру пойти и умереть вдвоем. Это ГГ 100%. Роху у нас выносит команда ЕГЭ. Какой-то бы невменяемый мув. Какой-то врыв. Но нет смысла драться на Рохе. Никакого вообще нет смысла драться на Рохе. Под ультой ССФ. Ну, и просто подарили у нас Рошана. Подарили еще, к тому же, кстати, и Найт Сталкера. Какой же Рохит, а? Найт Сталкер просто очень зря там оказался. Ну, и Рохит, я имею в виду, что сыпется с нереальной скоростью. Но, с другой стороны, ЕГЭ так жестко наваливают. Попробую это вывезти. 50-ая минута, как-никак. У ССФа. 3 600 сверху. После Сатаника. Есть Кристалис. Будет готов. В принципе, уже готов. У нас Дайдалус для Сумаила. На байбэк Сумаил денег себе не оставляет. Но тут совсем немного. Осталось 470. Для него это вообще копейки. Пипедит, застопил года. Лассо не проюзал. Умирают у нас ППД. Без вопросов вообще. Крит прошел у нас от года. Но год уже действительно серьезно валит. Сумаил. Еще один крит. Сумаила должны разваливать. Год начинает Сумаила отъедаться. Не успевает бёрст дэмиджем развалить Сумаила. Все, Сатаник закончился. Мистик Флэр под ноги. Году год погибает. Сбивают у нас Аэгис Сумаилу. Абисал Блейд давным-давно был проюзан. Летает у нас в ветрах СФ. СФа должны убивать. Да, убивают. Проходит куча баши и убивают СФа. Ну так где релокейт? Где релокейт? 20 секунд еще не будет релокейта. Убегает отсюда Фир. Единственный, кто вообще может быстро бегать. И Пи-Пи-Ди как будто все время здесь провел. Скайрос Мак у нас выкупается. Появляется рефрешер орб для Зевса. Еще не прилетел. Через 30 секунд будет ульта. Ульта через 20 секунд. Ну и можно попытаться под двумя ультами Зевса зайти и развалить команду ЕГЭа. СФа еще 50 секунд не будет. Рошана тысячу лет еще не будет. Что году необходимо? Манта Стайл, насколько я понимаю. 2450 у него по ХП. Так, ульта пошла у нас от Найт Сталкера. Седой, кстати. Вот седой печально, конечно, смотрится. Огр Клаб только плейт мейл на укрепление. Ну а гоним это все несерьезно. У нас все-таки 52-ая минута. Найт Стайлкер 1.8.10. Вот у кого игра не пошла, так это у НС. Фир 12 на 5. У Фира 3.800 сверху после Абисал Блейда. У Бристлбека 3.400 после Абисал Блейда. Появляется Бутсов Тревел. Продавай Сэнжиньяшу. Покупай Тараску. Скади, кстати, для Бристлбека появился. Я не видел. Это как так вообще? Редан у нас Скади купил. Вместо... Вместо чего? Что там лежало? Кримзон Гвард там лежал. Вместо Кримзон Гварда приобретает себе Скади Бристлбек. Но просто там все хорошо. 3.400 у него. Плюс 400 бьет с руки у нас Брист. Даже 400 с копейками. Скорость атаки огромная. В принципе, Абисал Блейд тоже дамажит дополнительные приколы. 31.28. Асус Поллард вынуждены дефать свой хайграунд. Или залетать сюда и сносить все. Так влетайте. Почему нет? Можно влететь же. Вот было бы забавно в спину залететь, снести Т4 к чертовой матери и по-быстрому напасть на трон. Ульта от Зевса. Пока что только одна прочекать, где соперники. Прочекали, никого толком не надамажили. Уже почти час играет у нас. Команда ЕГЭ против Асус Поллар. Воскресенье вечером. Как будто нет интересней вещей, ребята. Go next уже. Надо хоть что-то делать в игре. Потому что игра вроде бы интересная, а вроде бы и мутноватая немножко. Кого-то нервы не выдерживают. У ФНГ уже нарисовал, куда нужно двигаться. Действительно, нужно туда двигаться. Бери с собой Бристлбека. И пока снайпер будет отбиваться с хайграунда от команды ЕГЭ, летите и сносите Т4. Что мешает? Дэмэдж эта тьма тьмущая у Иллидана. Скорость атаки огромная. 0,58 в секунду. То есть 800 просто в секунду бьет Бристлбек с руки. Продолжение следует... Скорость бега для Бристлбека 5-2-2. Нормально так. Ходит все время под хостой. Тут, в принципе, можно и за Ликаном. Нет, Ликан, конечно, тут не 5-2-2. Бегает побыстрее. 650 у Ликана. Ульт-аут над Сталкера. Сэнш появляется у нас для Седова. У Лила уже 2 ульта откатилось. Ну почему Асус Полар? Чего они ждут? Манта Стайл имеется у Года. Будут ждать байбэк Года, как я понимаю. У Зевсари фрешер орб есть. Аганим есть. Лил полностью впакован. Ничего больше ему давать не нужно вообще. Просто стой вдалеке там и нижний раздавай. Ну это просто, опять же, куром на смех на фоне двух серьезных ультов. У Лидана тоже есть все. Может и Лидану ждут, когда появится Тараска. Или, например, Алибарда. Ну или Бабочка, в конце концов. У Ликана Мьелнир должен появиться вот-вот. Что там в Курьере? Да, уже летит ему, в принципе, готовый Мьелнир. Байбэка у Фира нет. Пока что нет. Ну и уходит на свою базу команда Асус Полар. Ну что такое? Ну почему? Опять ульта от Найт Сталкера. Видят у нас Юниверса. Юниверс. Половину ХП потерял, ушел отсюда. Все, Бэтрайдер улетает. Ну и что, драка на этом закончится или нет? ФНГ влетает у нас на нижний лайн. Просто подпушить. Крипы у нас отправляются в никуда. ФНГ должен через 2 секунды отсюда уходить. Или не должен. ФНГ разваливают. Втроем сместились игроки и команда Асус Полар у нас на нижний лайн. И убили Веспа. Изверги. Появляется Баттерфляй для Сумаила. Тоже фулл за пак уже для СФ. Больше желать нечего. 32 тысячи. Чего вообще еще ожидать? Что хорошего может появиться у Сумаила лучше того, что у него есть сейчас. Разве что вместо Манта Стайла появится Райпира какая-то. Так, в принципе, СФ ничем серьезным отличиться уже у нас не сможет. 5600 у Бристлбека на руках. Приобретай себе Тараску, Брист. Собаку убил. Еще одну убил собаку. Еще одну собаку Иллидан убил. Что ж ты делаешь, Окаянной? И еще одну сейчас убьет. Убили собаку. 60 минут у нас. Команда ничего не делает. Что еще остается, кроме как за собаками следить? Еще две собаки бежат. Это просто опять на потеху у нас с Иллидану. Сейчас еще двоих убьет. Ну, снайпер начал убивать. Юниверс ворвался. Отлично. Великолепно ворвался. Лассо не провязал. Сразу же отъехал. Фир тоже сыпется. Ну все, Сумаил начинает у нас бить Иллидану. Очень жесточенный файт. Провязал у нас Сумаил Сатаник. Пока еще живет. Сумаил отъедается. И что? Исжирает постепенно команду Асус Полар. Ну, здесь год под БКБ. Убивает у нас, кстати, Сумаила. Ну иж... Год не дает ППД уйти. Убивает ППД. Ой-ой-ой. Я думал, это вообще красный некр. Это было бы смешно, если бы год бы сейчас отъехал. 6400 на руках у Года. Разменялись 3 в 1. Нет, 3 в 2. Бристалбек у нас выкупился. Сумаил потерял 2000 в данном файте. Байбэкнулся. И байбэкнулся непонятно вообще зачем. Стался отдефать в сторону. Сторону отдефать не получилось. В итоге мид снесен. У ЕГЭ топ тоже снесен. Лил уходит в леса фармить. Лил, кстати, в этом файте, по-моему, не погиб, если не ошибаюсь. 5-4-16 вообще общий счет у Лила по золоту. 5000 всего. 61 минута. И Асус Полар всего 5000 опережает своих соперников по экспириенсу 7500. Там уже близится все к максимальным левелам. Да, 4.25 на карте. 24-23 у Асус Полар. Дальше немножко поменьше. Но отстает от всех только Ауи 2000. А так 21 плюс у всех. 613 крипов у Сумаила. Куда вообще эта дорога может завести, непонятно. 456 у Фира и 450 у Иридана. И ведь не останавливаются. Формят дальше. 32 тысячи заработал у нас Бристлбэк. 11-9 идет СФ. А что же там тогда по золоту у Бристлбэка? 13-3 у нас идет Брист. Практически не умирал. Ну, стыдно было бы еще на таком запаке умирать. 3700 у Иридана. Почему? Неужели он умирал и байбекался? Да, в последнем файте просел по золоту у нас Бристлбэк. 3800 на руках у него. У года должно что-то появиться. Появляется... Ну, пока еще не весь собранный МКБ, но деньги на него имеются. Надо, чтобы пропала Эггис. Тогда будет МКБ, и он будет, в принципе, на своем месте лежать. Даже у Седова уже нормальные артефакты появились. Плейдмейл просто для себя. Алибарда тоже, в принципе, как-то отбивать кого-то от особо надоедливого, кто вгрызся. Гот начинает расстреливать. Третий лайн. Ему не нужно для этого подходить. Через 22 секунды будет 2 ульта у нас от Лила. Не дожидается. Ультур заюзал. Ну и что? Все немножко, да, все-таки битые. Падает Т3. Иллюзии наваливает у нас уже Юниверсу. Юниверс на половину ХП просел. Готов заходить дальше. Лидан здесь. У него 3800 по золоту. Пока ни на что не тратил. Скади есть. Есть Кераса. Жизни невероятно много. 63 минуты общей сложности у нас прошло. Ну что? Гот разваливает третий... Потихонечку постепенно расковыривает третий лайн. Пошел сыпаться барак. Юниверс срывается у нас в Года. У Года есть Аэгис. Будут разменивать у нас Года. Эхо Слэм от ППД. Мистик Флэр в никуда. Сейчас встанет Год. Ульта проюзанная в Год ее не почувствует. БКБ включает Год и начинает добежит и по Сумаилу. Вот просто сыпется от Сумаила. Просто стоит и смотрит как умирать. Неужели ЕГЭ сейчас пойдут и просто снесут? А должны же, а? 3-0. 3-0 подрались. Сумаил, даблкил. Дальше Фир за всей этой кампанией. Седова должны разбирать. Нет, не разобрали пятерых, конечно. Но было бы очень забавно. Зевс у нас, в принципе, с байбэком. И Снайпер тоже с байбэком. Ну, ЕГЭ пойдут еще фармить. И игра затянется еще на 45 минут. Ну что, по общему Нетворцу. В принципе, сейчас графики обновятся. Я думаю, где-то в сторону ЕГЭ качнуться. По экспириенсу с 14 тысяч до 12. Асус потеряли преимущество. Ну и на 7,5 стоит их преимущество по золоту. На 65-й минуте вообще не показатель. Вот абсолютно. У Бреста 5200. Рапира для Сумаила. Приехали. Наконец-то что-то серьезное. Сумаил приобретает себе рапиру. Сразу же на хайграунд. Будет выкупаться Снайпер, не будет. Это уже его личное дело. Вот рапирка на Сумаиле. Это очень весело. Куча не кров. Месиво, месиво, месиво. Еще раз месиво. С руки. 700 просто от СФ. А скорость атаки огромнейшая. Замедление есть. Есть бабочка. В принципе, тоже имеется. Есть сатаник. Отжираться есть чем. Криты тут будут выходить колоссальные. Если кто-то подойдет. Надо лететь просто в спину. Надо Бресту вместе с Виспом лететь на Т4. Или на Бараке. Ну не тупи или дан. Ну что, Висп в итоге ничего не делает. Висп просто ходит, смотрит. А на что смотреть-то? В принципе, все примерно Сумаила окрестил в ближайшее время. Ну а почему нет? Почему не полететь сюда? Пока будут ТПшиться, можно снести сторону. Глиф пережить и снести сторону. Без вопросов. По одному будут ТПшиться, по два. Но это предел вообще. Да. Не авантюристы, конечно. У нас игроки команды Asus Polar. Ну, до верного хотят. Тут до верного верная смерть. СФ с Рапирой. Полторы тысячи по золоту у него есть. Шестьдесят седьмая минута. У всех все ульты имеются. Что там по... По байбекам. Есть байбек у Снайпера. Есть байбек у Лилы. И только у ППД в составе команды ЕГ. Хотя, в принципе, у Иллидана через десять секунд байбек у СФ через шестьсот семьдесят голды. Я думаю, бессмысленно, в принципе, будет СФ уже байбекаться, если вдруг Рапиру потеряет. Ну, разве что, если не на своем... Не на своем... Хайграунде. Хотя, опять же, есть ПТ... Точнее, Бус оф Тревел. Всегда можно прилететь в файт, Рапиру подобрать. У Зевса появляется Этериал. Есть Вайл оф Дискорд. Есть Этериал. Всего очень много. БКБ есть ли? Нет. У СФа нет БКБ. Нет БКБ, это значит, что эти две девятьсот можно снести очень быстро. Ну, где-то две трети может только Зевс снести, если все зайдет под Вайл оф Дискорд. Две ульты. Это тысяча триста. Опять же, это все под Этериалом. Сорока процентный. Ну, вот, пожалуйста, тысяча триста плюс еще сорок процентов. Плюс пятьсот пятьдесят где-то. Это тысяча восемьсот. И все это под Вайл оф Дискорд. Еще двадцать пять процентов от тысяча восемьсот. Очень много. Очень. Ильдан пошел у нас на хайграунд команды ЕГЭ. Я думаю, надо лететь и меняться тронами. Где Сумаил? Сумаил Смида отправляется сразу же драться на собственный хайграунд. Готовы ворваться. ППД стопит у нас сразу четверых. Сумаил без ульты. Ульта сейчас не нужна. Надо просто с руки бить. Вот, Этериал пошел по Сумаилу. Все, Сумаил разваливается просто с двух ультов Зевса. Просто с двух ультов Зевса. Этериал и дабл ульт. До свидания. Седой забирает Рапиру. Доигрались игроки команды ЕГЭ. Очень круто, конечно, все решилось. Так серьезно смотрелась эта Рапира. Хотя Седой ее сейчас еще и отдаст. Ну, или Дан готов ее забрать. Да выложи БКБ. С 30 секунд его не будет. Выкупается у нас ССФ. У кого Рапира? У кого? У ППД Рапира. Шейкер у нас с Рапирой. Вообще отлично. Пошел Шейкер крипам наваливать. Передавать Рапиру, как я понимаю, нельзя, насколько я помню. Да, да, да. Интересная ситуация. Снесли все. Снесли три стороны. Мега крипы для команды ЕГЭ. Рапира у Шейкера. И отдать ЕСФу пока возможности никакой. Только в файте умереть. А у ЕСФа денег нет вообще. Сумаил абсолютный бомж теперь. Правда, у него, конечно, очень много всякого добра. По типу шмоток. Конечно, всего предостаточно. Без Рапира Сумаил не так серьезно смотрится. Хотя то, как эта Рапира выбивается, это просто истерика. Этериал Блейд, Вейл оф Дискорд. Два ульта. Все. Сумаил разваливается. На куски очень быстро. Без БКБ полнейший аут для ЕСФ. Вот сейчас надо подумать, наверное, про БКБ. А где, кстати, БКБ-то Сумаиловый? Вроде как не продается. Выходят у нас на хайграунд. Фир. Моментально рассыпается. Год разваливает у нас Фира. Сумаил тоже здесь погибает. Байбека у Сумаила нет. 124 секунды. Ну все. Это ГГВП 100%. ППД тоже, в принципе, бесполезный. Рапира еще выпадает с ППД. Good game. Well played. Поздравляем команду Asus Polar. Они сражались очень серьезно. Ну и вознаграждены этим. Побеждают в первой игре. Напомню, что это формат Best of 2. Две абсолютно автономные игры. Вот. Поэтому смотрим. Вторая игра не будет зависеть от результата первой. Вторая это следующий матч. Услышимся через 2-3 минуты. Посмотрим, как там ЕГЭ. Вообще опомнится ли от такой пощечины со стороны команды Asus Polar. До скорой связи пока что не переключайтесь. Заставка музыка 2-3 минуты. И врываемся во вторую катку. Последнюю уже на сегодня. Все. Услышимся через 2 минуты. Продолжение следует.